С одной стороны, рабочая группа продуцирует очень много белого шума, истинная работа над поправками идет сейчас в ГУМе, в профильном комитете по законодательству. Они аккумулируют поправки, они это делают до 2 марта, они будут разделять их по таблицам рекомендуемых принятий, рекомендуемых отклонений. Все остальное про Бога, про русский народ, которого сплотили все остальные народы и другие штуки, это могут быть фантазии. Это с одной стороны. С другой стороны, Екатерина Лахова человек очень опытный. Она у нас была и депутатом, и сенатором, и лидером партии, и баллотировалась многократно, так что она обычно, скажем так, понимает, чего говорит. Из этого не следует, что ее кто-то поручил это сказать, но сама мысль пришла ей в голову не просто так. Норма выглядит так же странно, как многие другие предложения прописать в Конституции то, что должно быть прописано в федеральном законе, под влиянием странной иллюзии, что если оно в Конституции будет, то оно будет как-то более действенно. Но вот людям, которые находятся в этих представлениях, можно посоветовать читать 31 статью Конституции, например, знаменитую. Поэтому само по себе это создает некоторый дисбаланс правовой, потому что есть уровень конституционных норм, есть уровень законодательных норм, а есть подзаконные акты. И думает, что для надежности надо прописать как можно выше правила пользования лифтом, для того, чтобы их никто никогда не наушал. А это, в общем, неграмотно с юридической точки зрения. Это второе. Третье. Что касается сути предложения. А приворная неприкосновенность бывших президентов. Ну, у нас был закон о гарантиях первого президента, который был принят. Указ, точнее говоря, немедленно после того, как он ушел в отставку. Есть теперь еще идея о том, что бывшие президенты становятся пожизненными сенаторами. У сенаторов и так есть неприкосновенность. Если эта неприкосновенность будет прописана в Конституции, ну, ее труднее будет снять. Но конституционная процедура снятия все равно будет. Точно так же, как есть процедура снятия неприкосновенности сенаторов и депутатов. И все видели много раз, как она применяется. Поэтому идея понятная. Не худшая из тех идей, которые сейчас высказываются, много куда более вредной ерунды. Но юридически несколько наивная. Ну, давайте вы у инициатора спросите, что же мы будем гадать. А может, это ее собственная творческая фантазия ей подсказала. Я могу сказать одно вещь. Такие опытные люди, как Екатерина Лахова, они, что называется, из воздуха улавливают сигналы. Им не надо никаких указаний давать. Они не потому так долго сохранились в политике, что им нужно было давать прямые распоряжения. От кого-то их получать. Они сами понимают, чего надо, чего не надо. Вот ей кажется, что сейчас это будет кстати. Откуда такая мысль к ней пришла? В общем, более-менее понятно. Разговоры более туманные, менее туманные. О том, что президент уйдет, и чего дальше будет. И как бы так устроить, чтобы он ушел, а стабильность системы сохранилась. Они ведутся, и они этими конституционными инновациями очень сильно, конечно, подогреваются и осилигиваются. Поэтому ясно, откуда мысль могла залететь. Но я все-таки думаю, продолжаю думать, что это скорее самостоятельное творчество. Спасибо. 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 Ага. Как? Ну и так, я что-то изделие не мешаю. Я могу сделать, да? Да-да, давай. Ах. 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 Ах.